Добрый день, меня зовут Константин Усачёв, я профессор кафедры медицинской физики, институт физики Казанского федерального университета, и сегодня я прочитаю лекцию, которая называется «Как современные методы физики помогают биологам изучать химию жизни». И если мы посмотрим назад, вглубь веков, в историю, человек всегда интересовался о том, как устроен окружающий мир, и начнем с первого, с чего нужно поговорить, о размерах. То есть если мы посмотрим на размер живых систем, то они находятся в довольно небольшом диапазоне, по сравнению с размерами микро- или макромира, с галактиками или атомами, в порядке от нескольких нанометров до десятков метров. То есть это какие-то малые молекулы, белки, вирусы, бактерии, клетки, какие-то индивидуальные маленькие организмы, насекомые, мыши и так далее. То есть мы находимся вот в этом диапазоне, и человек с развитием науки и техники развивал различные методы и подходы с тем, чтобы как можно более широко познавать этот мир. То есть вот этот диапазон мы можем анализировать с помощью невооруженного глаза, то есть наблюдать в каждодневном опыте. А для того, чтобы исследовать какие-то более тонкие вещи и организмы, необходимо было развивать различные методы. Ну и вот исторически, для того, чтобы понимать вообще, что происходит в окружающем мире, человек анализировал какие-то взаимодействия живых систем друг с другом, то есть какие-то лекарственные травы открывались. И человечество всегда пыталось это как-то систематизировать и понять, что же вообще такое жизнь, как она происходит, как она себя воспроизводит, с тем, чтобы понимать вообще все процессы, которые происходят в этом мире. И одними из таких важнейших толчков для развития в этом направлении, с тем, чтобы понимать о том, как устроена жизнь и как она работает, как раз таки являлись открытия в области разных наук, в том числе физики. Ну и мы начнем с повествования вот с таких открытий, как развитие оптических методов. То есть это конец, получается, 16 века на начало 17 века. Это Ханс и Захария Янсен изобрели первый, точнее они сделали такой прибор, когда совместили две линзы друг с другом и увидели, что данный прибор позволяет увеличивать изображение в несколько раз. И чуть позже Галилео Галилей изобрел, соответственно, свой прибор, которого назвала Океолино, который позволял давать увеличение в 9 раз. То есть в 9 раз можно увеличивать 9-кратное изображение, получать с тем, чтобы наблюдать какие-то мелкие вещи. Такие приборы, в шутку, называли блошинами, тем, чтобы можно в них было разглядывать блох. Но прошло совсем немного времени, и Роберт Гуко изобрел свой вид микроскопа, который давал 30-кратное увеличение. И с помощью этого микроскопа он впервые увидел, что живые организмы состоят из маленьких частичек, которые называются клеткой. И, соответственно, родилась идея о том, что живые организмы состоят из клеток, и родилась новая наука цитологии. Вот здесь представлены различные фотографии и выдержки из его монографии, которая была представлена в Лондонском королевском обществе. И далее, опять-таки, это 1665 год, прошло буквально 5 лет. В 1670-е Антонио ван Левенгук создал свою модель микроскопа, которая давала практически 300-кратное увеличение, и он впервые мог увидеть индивидуальные живые микроорганизмы. То есть он увидел в микроскоп, что в его образцах находятся какие-то маленькие мелкие частицы, которые постоянно находятся в движении, и они живые. И, соответственно, это можно тоже считать точкой начала новой науки, которая называется микробиология. И он очень точно получил свои зарисовки касательно видов микроорганизмов, строения индивидуальных клеток, которые, на самом деле, если мы сравним с нашими сегодняшними наблюдениями, очень точно воспроизводят то, что действительно наблюдается в реальности. Дальше произошла так называемая научно-техническая революция конца 19-го, начала 20-го века. Ну, вообще, в принципе, весь 20-й век. История великих открытий в области физики, химии, которые и привели к созданию той науки, которую мы имеем сейчас, с идеями и методами, которые мы оперируем. Ну, и сейчас мы будем говорить про различные такие вот некоторые из открытий, которые предопределили развитие целого ряда наук. Ну, и все это привело к тому, что мы имеем сейчас самые современные методы физики, такие как рентгеноструктурный анализ, спектроскопия ядерного магнитного резонанса, криоэлектронной микроскопии, биоинформатика, которые нам позволяют увидеть индивидуальные структуры биологических молекул, и не просто сказать, как они устроены, но и объяснять, как они работают, и, соответственно, предсказывать какие-то возможности для того, чтобы этим всем научиться управлять. И если мы сравним с теми размерами, которые были доступны для оптической микроскопии, то есть размер пальца, какие-то индивидуальные частички кожи, отдельные клетки, то вот эти современные методы позволяют нам заглядывать внутрь живых систем вплоть до взаимодействия индивидуальных атомов. И, соответственно, мы можем до атома понять, что происходит в наших системах. Ну, и я обычно на вводной лекции студентов всегда говорю о том, что современные методы, чтобы их понять, можно представить следующую аналогию, что вы находитесь на орбите некой планеты и развиваете ваши оптические методы с тем, чтобы увеличивать разрешение. То есть вы улучшили разрешение, вы увидели отдельные материки, еще больше модифицировали ваши оптические методы, вы увидели отдельные континенты, города, здания, ну, до тех пор, пока вы не увидите какие-то, наконец, индивидуальных людей на улицах городов и отдельно взятую синюю машину. Но для того, чтобы нам понять механизмы, что приводит в движение этой машины, мы должны заглянуть внутрь. То есть мы должны сказать, почему колеса движутся, почему, как они приводятся в движение. То есть нам нужно буквально разобрать до винтика этот механизм с тем, чтобы объяснить, как работает вал, как сцепление передает движущий момент на колеса и так далее. Вот та же самая идея и в области живых систем. То есть мы должны понять, как взаимодействуют индивидуальные участки живых клеток, живых молекул друг с другом с тем, чтобы в конечном итоге жизнь могла воспроизводиться или как-то могли протекать те или иные реакции. И если мы посмотрим на виды биологических макромолекул, то их можно разделить на 4 большой группы. Это углеводы, нуклеиновые кислоты, белки и жиры. И каждый из этих групп, каждый вид его молекул, они, соответственно, могут быть представлены в виде маленьких таких индивидуальных кирпичиков, блоков, из которых потом эти биомолекулы строятся. То есть углеводы у нас состоят из полисахаридов, которые, в свою очередь, состоят из моносахаридов. Это такие вот кольца сахарозные. Нуклеиновые кислоты, это ДНК, дезоксирибонуклеиновая кислота и РНК, рибонуклеиновая кислота состоят из частичек индивидуальных, которые называются нуклеотиды. Белки, соответственно, состоят из полипептидных цепочек, блоком индивидуальным которых являются аминокислотные остатки, аминокислоты, ну и жиры состоят из три глицеридов, которые, в свою очередь, состоят из жирных кислот. Вот мы сегодня будем как раз говорить большую часть про нуклеиновые кислоты и про белки. Ну и вот одним из таких тоже знаковых открытий на заре 20 века, это было обнаружение нового вида излучения. Это опыты рентгена, который обнаружил принципиально новый вид излучения, который не наблюдался до него ранее, он его назвал X-лучами. И принципиальным отличием этого излучения было то, что оно могло проходить сквозь предметы, сквозь мягкие ткани, например, и задерживаться в более твердых телах. И согласно легенде, его жена случайно поместила руку с кольцом между источником и пленкой, и, соответственно, он смог запечатлеть строение скелета, кисти жены с кольцом. Но сам факт того, что человек впервые смог заглянуть внутрь живого организма, внутрь человеческого тела, при этом не разрушая его, не вскрывая кожу, не разрезая его, это привело к развитию очень сильных изменений во всех отраслях знаний, в медицине, в биологии. И далее одним из таких знаковых открытий – это были опыты Макса фон Лауэ. То есть это опять начало 20 века, 1912 год, и он впервые пронаблюдал дифракцию, рентгеновское излучение на кристаллической решетке. И прошло буквально два года, то есть это совершенно немыслимые короткие сроки для Нобелевской премии, что от момента открытия до получения Нобелевской премии прошло такой короткий срок, и, соответственно, это привело к созданию нового вида науки – рентгеновская кристаллография, которая позволяла нам понимать природу различных соединений. То есть известно было, что вещества у нас состоят из атомов, и атом, соответственно, мы можем представить в виде ядра и электронной оболочки. Так вот, если длина волны падающего излучения будет сопоставима с размером между атомами в кристаллической решетке, то такое соединение может являться так называемой дифракционной решеткой, то есть на нем можно наблюдать рассеяние рентгеновских лучей. И почему это важно? То есть мы можем наблюдать картину интерференции, то есть когда у нас волны приходят в одной фазе, у нас будет суммирование по амплитуде, если волна приходит в противофазе, у нас будет, соответственно, погасание картины, то есть у нас будет чередование светлых и темных участков на картине, и она будет нам давать информацию о том, как устроены соединения. То есть если мы запишем буквально... Во-первых, возбуждая электронные оболочки, электроны могут в дальнейшем испускать свои вторичные волны, которые мы также можем детектировать. Так вот, если мы запишем буквально простые геометрические формулы, то есть если у нас d это расстояние между атомами, между слоями, это у кристаллической решетки. Если мы знаем длину волны падающего излучения, это зависит от того, какой источник мы возьмем, то мы, соответственно, можем записать следующее выражение. То есть вот этот угол падения — это два угла θ, θ — это угол падения излучения, расстояние между максимумами — это у нас будет, получается, длина волны, то, соответственно, просто записав, зарисовав, точнее, иметь расстояние на рисунке, мы можем определить, что вот это положение — это половина длина волны, вот это — целая длина волны. Итак, значит, у нас нам необходимо узнать расстояние между атомами, которые находятся внутри кристаллической решетки, вот это вот расстояние d. У нас есть прямоугольный треугольник с неизвестной гипотенузой, с известным катетом и углом θ. Соответственно, записав простое выражение из тригонометрии с 7-8 класса, мы можем найти гипотенузу в этом неизвестном треугольнике, ну и сделать простейшие перестановки, записать вот эту формулу, которая называется условием Вульфа-Брега. То есть за описание метода рентгеноструктурного анализа Вульфа-Брега тоже получили в дальнейшем Нобелевскую премию, и это позволило, соответственно, изучать кристаллические структуры, то есть определять расположение атомов внутри кристаллов. И простой самый эксперимент по кристаллографии, по рентгеноструктурному анализу выглядит следующим образом. То есть у нас должен быть источник излучения, который будет создавать нам рентгенское излучение с заданной длиной волны, у нас должен быть кристалл того соединения, которое мы исследуем, и, соответственно, детектор, на котором мы сможем регистрировать данные дифракции. То есть вот так вот выглядит дифракционная картина с кристалла под действием рентгеноструктурного излучения. То есть мы видим чередующиеся светлые и темные области, то есть так называемые пики дифракционные. Так вот, значит, зная расположение, получается, вот этих дифракционных пиков, зная длину волны, угол падения и расстояние между детектором и источником, мы можем рассчитать расстояние между атомами, на которых произошло рассеяние этих рентгеновских лучей. И этот метод сыграл принципиальную роль для того, чтобы объяснять строение не только каких-то там кристаллических соединений, но и живых систем. То есть индивидуальные биологические молекулы тоже можно получить в кристаллической форме. Белки, нуклиновые кислоты можно кристаллизовывать и, соответственно, изучать с помощью данного вида исследований. Ну, в современной источнике рентгенского излучения самые яркие представляют собой синхротроны. Это такие кольцевые установки, в которых находится линейный ускоритель, который создает электромагнитное излучение. Дальше пучок, получается, разгоняется сначала в малом накопительном кольце, потом с помощью специальных поворотных магнитов, потом отводится в большое накопительное кольцо. То есть каждый раз увеличивается энергия пучка и стоят специальные системы, в которых заставляет колебаться электромагнитный пучок внутри себя. И, соответственно, это приводит к созданию рентгеновского излучения. То есть рядом с кольцом стоят такие отведения, которые называются станциями. Ну и, соответственно, есть станции белковые, в которых вы можете получить ваш монокристалл белка либо нуклиновой кислоты и получить очень четкую дифракционную картину за счет того, что очень высокая мощность данного излучения. Ну вот здесь представлена фотография синхротрона, на которых мы проводили свои исследования. Это синхротрон СЛС в Швейцарии находится. Это довольно большое сооружение. Внутри можно кататься на самокате с тем, чтобы быстрее добраться из одной точки в другую. Ну и, в принципе, современные биологи работают так, что кристаллизуют свои объекты исследования. Дальше вы их помещаете в сосуд с жидким азотом, в дюар, в машину, едете на синхротроны и, соответственно, снимаете ваши эксперименты для того, чтобы получить структуру биологических макромолекул. И сейчас, стоит отметить, в нашей стране идет очень важный проект по построению синхротрона четвертого поколения, который называется СКИФ. Это сибирский кольцевой источник фотонов в Новосибирске. И вот, когда он будет достроен, это будет один из самых современных синхротронов в мире, который будет позволять тоже, в том числе, проводить исследования и биологических молекул. Но вернемся опять к истории. То есть, мы говорили больше про физические методы, а сейчас проговорим про биологию, про изучение живых систем. 1869 год. Иоганн Фридрих Мишер, он работал с перевязочным материалом, который был в госпитале, то есть, это повязки, у которых были нагноения, и выделял из гноя различные вещества, и вот в своих опытах он определил, что есть некое вещество, которое не относится ни к одному известному типу белков. То есть, он назвал это новый вид веществом нуклеин, потому что оно содержалось в ядре. Ну и позже, когда было показано, что это вещество обладает кислотными свойствами, его стали называть нуклеиновая кислота. Но вот зачем нужно это соединение в живой клетке, долгое время было непонятно. И считалось, поскольку в составе нуклеиновой кислоты было большое количество фосфора, считалось, что это некий источник запасов фосфора в организме. И это продолжалось практически 100 лет, то есть до 50-х годов 20-го века, когда было с помощью физических методов впервые получено точное строение ДНК. И, соответственно, были интерпретированы механизмы передачи информации. То есть, с точки зрения живых систем, есть два принципиальных вопроса, на которых необходимо было человечество ответить. Первое – это о том, как хранится информация генетическая. И второе – это как она передается и воспроизводится. Так вот, сейчас мы будем говорить как раз о тех исследованиях, которые позволили ответить на эти вопросы. Итак, следующая веха, которая была подготовкой к пониманию этих механизмов, это были опыты Чарграфа, которые в итоге были сформулированы в виде так называемых правил Чарграфа. Что он делал? Он смог разделить нуклеотиды ДНК с помощью бумажной хроматографии и увидел, что количественное соотношение нуклеотидов аденина и тимина всегда идентично. То есть, количество аденина всегда в процентном соотношении было равно количеству тимина, количество гуанина всегда в процентном соотношении было равно количеству цитозина. Если мы посмотрим на строение нуклеиновых кислот, то у нас У нас есть фосфатная часть, у нас есть сахарофосфатный остов, сахар может быть представлен в виде рибозы либо дезоксирибозы, и есть несколько оснований, их 5 штук, соответственно, 2 пуриновых основания, аденин и гуанин, и 3 пирамидиновых основания, цитозин, урацил и тимин. Так вот, возвращаясь к правилам Чарграфа, идем далее по развитию науки в этой области. И следующее принципиальное открытие, которое было сделано, это получение данных рентгеноструктурного анализа Моррисом Уилкинсом и Розалин Франклин. Вот эта вот знаменитая фотография называется «Фото 51», которая составила задуматься людей о том, что же они видят на этой фотографии. То есть видят упорядоченные некие черные пятна, крестообразные, и, соответственно, необходимо полупонятие, как это связано с структурой ДНК, как можно из этих данных получить информацию о строении. Но, соответственно, заслуга Франсиса Крика и Джеймса Уотсона была в том, что данное фото попало к ним в лабораторию, и они смогли предложить механизм, как можно хранить генетическую информацию и предложить структуру ДНК в виде двойной спирали. Можно воспроизвести простой опыт, то есть мы можем взять лампочку со спиралью, нитью накаливания, которая представлена в виде спирали, и взять довольно мощную лазерную указку и получить картину дифракции данного излучения на спирали. То есть мы увидим точно такую же картину, то есть те же самые изображения креста, и при этом мы можем менять, получается, параметры этой спирали, то есть можем вытянуть спираль, то есть сделать чуть больше, или наоборот сжать ее, либо взять более толстый материал спирали, и, соответственно, наблюдать, как будут сильно изменяться те или иные участки нашей дифракционной картины. То есть благодаря этому фото 51 Уотсон и Крик поняли, что структура ДНК – это двойная спираль. И они впервые предложили механизм, как их можно кодировать информацию. То есть до них была информация о том, что у нас есть правило Чарграфа, что количество аденина всегда в процентном соотношении совпадало с количеством тимина. Основание, точнее, нуклеотидов Г и С в процентном соотношении тоже было всегда одно и то же. И, соответственно, они предложили следующую модель, что ДНК состоит из двух цепочек, которые направлены, сшиты друг с другом в противоположном направлении. То есть одна цепочка идет сверху вниз, а вторая цепочка, наоборот, снизу вверх. И они соединены таким образом с тем, чтобы вот эти нуклеотиды оказывались друг напротив друга и формировали пары. То есть у нас формируются пары АТ и пары ГЦ. И сейчас их называют Ватсон-Криковскими парами, Ватсон-Криковским взаимодействием. То есть эти нуклеотиды выстроены в пространстве друг напротив друга с тем, чтобы могли образоваться так называемые водородные связи между ними и стабилизировать вот эту всю структуру. Ну а дальше вот это вот, получается, две линейных молекулы закручиваются в виде спиральной конформации с тем, чтобы получилось вот то самое фото с крестообразной дифракционной картиной. То есть, да, соответственно, что мы из этого можем понимать? Что ДНК состоит из двух цепей. Каждая из цепей состоит из четырех нуклеотидов. Это нуклеотиды, в свою очередь, состоят из сахара и фосфата. И четыре нуклеотиды – это аденин, сетозин, гуанин и тимин. И нуклеотиды стыкуются друг с другом с помощью формирования водородных связей. Как раз потому, что у нас получается максимально благоприятное соседнее окружение по ядрам с тем, чтобы сформировать эти связи, стабилизировать их. Дальше формируются вот эти пары, которые называются комплементарными. То есть, аденин с тимином, а цитозин с гуанином. Ну и идея в том, что если мы такую цепочку расплетем, то каждая из этих цепей может быть матрицей. То есть, заготовка для того, чтобы по ней воспроизвести точно такую же. То есть, если мы будем добавлять парные нуклеотиды к этой цепочке, мы получим точно такую же копию, которая записана в обратном направлении. И из одной молекулы ДНК, состоящей из двух нитей, сделав копию с каждой из нитей, мы получим 4 нити. То есть, из одной молекулы 2 молекулы, из двух молекул 4 и так далее. То есть, мы можем таким образом копировать и хранить генетическую информацию. Но здесь был найден ответ на один принципиальный вопрос. О том, как хранится информация и как мы можем ее кодировать. И, соответственно, здесь у нас четырехбуквенный код. То есть, последовательно четыре буквы меняются друг за другом. Но второй вопрос, это о том, как эта информация воспроизводится и реализуется. То есть, если мы посмотрим на строение живой клетки, то порядка 30% от массы это будет сухое вещество. То есть, 70% воды и 30% твердых веществ. Из этих веществ порядка 15%, то есть, большая часть это белки. А нуклеиновые кислоты, то есть, ДНК это порядка 1% от общей массы. И, соответственно, стоит вопрос. То есть, белки это строительные блоки основных систем организма. То есть, это то, из чего состоят кожа, кости, пальцы, глаза и так далее. То есть, генетическая информация хранится у нас в нуклеиновых кислотах. А реализуется жизнь в виде белковых молекул. То есть, должны быть какие-то механизмы, как эти две системы будут связаны. Здесь нужно ответить тоже очень важное исследование, открытие, которое было сделано Джоном Кендрио. Он впервые решил структуру белка. Это был белок миоглобина. И показал, что это очень сложные асимметричные структуры, внутри которых есть область, которая прячется от молекулы растворителя, от воды гидрофобная. И если мы посмотрим, из чего вообще состоят белки, то они тоже, как мы говорили, состоят из аминокислотных остатков и выполняют очень большое количество различных функций. То есть, это и строительные функции, транспортные, сигнальные функции. То есть, здесь представлены ряд белков, которые участвуют в важнейших системах организмов. И белки, в свою очередь, состоят из аминокислотных остатков. Их 20 штук, каждый из которых состоит из атомов углерода, кислорода, азота. И есть некая повторяющаяся часть аминогруппы, карбоксильная группа и боковая цепь. И, соответственно, различные варианты компоновки этих боковых цепей будут давать те или иные свойства аминокислотным остаткам. Возвращаемся к вопросу. То есть, у нас генетическая информация хранится в виде нуклеиновых кислот в молекулах ДНК, а в жизни представлены в основном взаимодействием белков. То есть, жизнь – это белковая форма. То есть, индивидуальные белки взаимодействуют друг с другом и составляют компоненты живых систем. Должна быть какая-то система, дешифратор, который будет переводить информацию, закодированную в 4-буквенном коде нуклеиновых кислот в виде повторности нуклеотидов, в 20-буквенный код аминокислотных остатков, из которых стоят белки. И здесь вот ключевым компонентом такой системы является так называемый белоксинтезирующий аппарат в клетке во главе УЛА, который стоит специальная большая молекулярная машина, которая называется рибосома. Рибосома умеет прочитывать информацию, которая закодирована ДНК, и по этому коду, точнее, она читает не совсем ДНК, а молекулы РНК, которая является копией молекулы ДНК с заменой одного нуклеотида. Так вот, рибосома может прочитывать код, который закодирован в нуклеиновых кислотах, и по нему последовательно синтезировать полипептидные цепочки. И вот эта вот идея о том, что у нас информация хранится в молекулах ДНК, передается в РНК и затем в белки, лежит в основе молекулярной биологии. Это так называемая центральная догма молекулярной биологии. И довольно простые методы, которые были доступны для исследователей в то время, с помощью электронной микроскопии, были получены вот эти гранулы. То есть это матричная РНК, на которой сидят рибосомы, и в бок это ответвление, это растущая полипептидная цепочка. Ну и вот здесь, в правом углу, показаны электронные фотографии рибосомы, то есть показано, что это некая такая симметричная частица, которая состоит из двух частей. Это так называемая большая и малая субъедницы рибосомы. Ну и было известно, что если мы будем менять концентрацию магния, то мы можем диссоциировать, разделять эти частицы на две части, на большую и малую субъедницы. И если мы сейчас посмотрим на то, как мы сейчас видим рибосому, то она выглядит таким образом. То есть это сложный комплекс, состоящий из молекул РНК, которые показаны белым, белки показаны различными цветами, сложный, асимметричный, в который входит большое количество компонент. Но здесь мы можем видеть вот это вот у нас малая субъедница рибосомы, вот это вот большая субъедница рибосомы, каждый из которых несет свою определенную функцию. То есть малая субъедница рибосомы отвечает за просчитывание генетической информации, большая субъедница за формирование полипептидных цепочек белков. Так, идем дальше. Итак, у нас код закодирован в виде трех букв, триплетный код. То есть три нуклеотида последовательно кодируют нам один аминокислотный остаток, и на рибосоме последовательно добавляется новая аминокислота. То есть формируется вот эта вот пептидная связь между вновь приходящей аминокислотной аминокислотой, и создается такая белковая цепочка соединенных друг с другом вот этих аминокислотных остатков. В зависимости от того, какие боковые группы у нас для этих остатков, у нас, соответственно, будут формироваться различные структуры в пространстве, могут сворачиваться спирали, могут такие вот листы в виде бета-складок. Ну и в зависимости от зарядовых свойств этих остатков формируется потом трехмерная белковая глобала, которая уже несет в себе функциональную информацию и может функционировать как живая биологическая система. Дальше нужно отметить развитие еще одного метода физики, которая позволила не только пронаблюдать структуру биологических макромолекул, но и увидеть их динамику. Это развитие методов ядерного магнитного резонанса, но вообще в принципе методы магнитного резонанса, открытием, точнее, первооткрывателем которого являлся Евгений Константинович Завойский в стенах Казанского университета, был открыт магнитный резонанс. Так вот мы сегодня будем говорить о ядерном магнитном резонансе, идея которой заключается в следующем. Некоторые ядра обладают магнитным моментом, то есть их можно представить в виде маленьких магнетиков. То есть здесь вот у нас представлен самый простой вариант ядра водорода, атома водорода, у нас есть ядро и один электрон, который вращается на орбите. Поскольку электрон это заряженная частица и она вращается, то заряженная движущаяся частица создает магнитное поле. У нас есть магнитное поле на самого ядра и есть магнитное поле, которое будет создаваться электронной оболочкой. Так вот в зависимости от того, какой у нас тип ядра и какие электронные оболочки находятся по соседству, у нас будет изменяться локальное магнитное поле на ядре. И если мы такую систему будем помещать в специальное устройство, которое называется EMR-спектрометр, внутри него создается очень сильное магнитное поле. И мы можем возбуждать с помощью специального радиочастотного поля образец и наблюдать за сигналом резонанса, то есть за сигналами ядер того соединения, которое мы исследуем. Так вот в зависимости от того, какие группы химические у нас имеются, у нас соответственно будут в спектре возникать линии резонанса на разных частотах. То есть вот здесь CH3 группа находится, метильные. Какие-то этиленовые группы будут сдвигаться уже в эту область спектра. Ароматические группы будут в этой области наблюдаться. То есть таким образом мы можем разделять в спектре разные группы и говорить, из каких наборов ядер у нас и группы химических состоит наше соединение. То есть здесь представлен спектр спирта этилового. У нас есть три группы протонов. Это OH группа, CH2 группа и CH3 группа метиловые. И соответственно в спектре мы видим три группы сигналов и можем их интерпретировать с тем, чтобы понять, где какие есть системы. И суть является методом в том, что мы можем его применять и для биологических систем. Мы можем помещать белковые или нуклеиновые молекулы в это очень сильное магнитное поле и смотреть за резонансами от различных ядер. То есть у нас есть очень сложная система, которая представляет собой набор различных атомов. И мы можем возбуждать ядра с помощью специального излучения в ямероспектрометре. И у нас будет возникать резонанс на тех или иных частотах. И мы можем это записывать в виде спектров. И по этим спектрам мы можем понимать, как у нас происходит расположение этих атомов в пространстве. Как они меняются со временем. То есть мы можем, так как мы исследуем это в растворе, мы можем добавлять какие-то компоненты. И смотреть за протеканием каких-то медленных процессов либо биохимических реакций. То есть мы можем показать динамику этих биомолекул. Ну и вообще для чего всем этим нужно заниматься и что это дает для современной науки? Одна из острейших проблем, которая стоит перед человечеством, это ответ на вызовы развития различных заболеваний человека. То есть борьба с инфекционными вирусными заболеваниями. И я вот хотел затронуть тему, которая касается инфекционных заболеваний, связанных с развитием патогенных микроорганизмов. Так называемые проблемы внутрибольничных инфекций. То есть возникновение таких патогенных организмов, которые становятся устойчивыми к существующим антибиотикам. И представляют собой опасность для жизни человека. И почему это называется внутрибольничными инфекциями? То есть они возникают в тех местах, где наиболее часто происходит обработка различными антибиотиками, дезинфицирующими средствами. И если при такой обработке появляется какой-то организм, который может выживать в этих условиях и размножаться, то, соответственно, он будет распространяться в этих системах и будет захватывать свой ореол обитания. И если у нас против него не действуют антибиотики, то он будет приводить к тяжелым последствиям. И вообще, в принципе, история развития антибиотиков, она довольно небольшая по меркам времени. То есть это порядка с 40-х годов, когда был открыт пенициллин. До настоящего времени у нас сейчас имеются такие штаммы, которые, то есть виды микроорганизмов, которые восприимчивы ко всем существующим антибиотикам. Ну и опять-таки вернемся немножко к истории. В итоге Флеминг наблюдал, что в его чашках с грибами, вокруг колонии грибов, есть некая зона, которая не зарастает бактериями. И он понял, что выделяется некое вещество, которое он называл пенициллин. И пенициллин стал первым антибиотиком, который был широко доступен для человечества. И прошло буквально немного времени, когда была решена структура данного соединения с помощью рентгеноструктурного анализа, то есть физических методов, которые были разработаны на тот момент. То есть было установлено строение этого соединения, предложены различные модификации этого пенициллина. Ну и эти модификации стали применяться орально. То есть можно было выпускать в виде таблеток, были разработаны методы химического синтеза различных производных этого пенициллина. То есть человечество получило новый механизм для борьбы с возбудителями различных инфекций. То есть это бактериальные какие-то заболевания, при обработке которых антибиотиками они погибали. И если мы посмотрим на бактериальную клетку, то у нас вот здесь снаружи находится мембрана бактериальная. Да, есть два вида бактерий, грамм положительные и грамм отрицательные. Отличаются строением стенки. У грамм отрицательных бактерий она вот в таком, в двойном виде представлена. А вот у грамм положительных бактерий, вот эта внешняя стенка, в принципе у всех бактерий, она должна постоянно выдерживать осматическое давление жидкости, в которой находится живой организм. Так вот если нарушать систему, которая будет постоянно поддерживать эту клеточную стенку, то это приводит к тому, что клетка порвется. И вот пенициллин как раз таки и направлен на это действие. То есть у нас есть пептидогликанный матрикс, то есть это вот то, что находится на поверхности клетки, состоит из сахаров. И есть специальная система белковая, которая постоянно дошивает этот пептидогликанный цепочки на поверхности клетки. То есть постоянно возобновляют эту часть клеточной стенки. И пенициллин действует на маленькую область одного из таких белков. То есть вот здесь как раз показан данный белок, который дошивает новую молекулу в этот пептидогликанный матрикс. Что делает пенициллин? Пенициллин садится в активный сайт белка, то есть в то место, с помощью которого происходит реакция этого белка. И в составе пенициллина у нас есть так называемое бета-локтанное кольцо, которое может образовывать ковалентную связь. То есть у нас молекула пенициллина жестко связалась с этим белком и, соответственно, заняла активный сайт в этом белке. И этот белок перестал дошивать клеточную стенку. И были разработаны различные виды модификации пенициллиновых антибиотиков, которые были активны в отношении тех или иных бактерий. В том числе метициллин разработан. И прошло, в принципе, немного времени, когда возникли устойчивые штаммы к пенициллину. Так называемые метициллин-резистентные штаммы золотистого стефилококка, MRCA, которые отличались тем, что у них возникли новые системы, которые могут расщеплять бета-локтанное кольцо пенициллина и таким образом нейтрализовать его. То есть это фермент называется бета-колоктомаза. Внутри него также связывается молекула нашего антибиотика пенициллина и локтанное кольцо разрывается. То есть таким образом у нас нарушается строение самого антибиотика и он перестает работать. Так вот, были разработаны новые антибиотики, которые блокировали работу бета-локтомаза с тем, чтобы пенициллин вновь стал работать. Различные модификации этих антибиотиков с тем, чтобы они не были подвержены этому расщеплению. Но, тем не менее, вновь возникают микроорганизмы, которые становятся устойчивыми к этим видам антибиотиков. Что-то у нас зависло видео. В общем, суть в том, что мы постоянно находимся в гонке вооружения. То есть мы разрабатываем новые антибиотики, бактерии разрабатывают защитный механизм с тем, чтобы выживать и становиться устойчивыми к этим антибиотикам. И для того, чтобы нам быть на шаг впереди и опережать развитие инфекционных заболеваний, нам необходимо понимать с точностью до индивидуальных атомов, что происходит. Почему наш антибиотик не работает? Что мы должны сделать? Как мы его можем поменять с тем, чтобы он связался? Либо какую-то новую молекулу, чтобы заблокировать какой-то фермент, который обеспечивает эту устойчивость. И для этого нам необходимо применять методы физики, чтобы получать эту информацию. Если мы посмотрим на мишень для антибиотиков, то порядка 40% всех антибиотиков, которые у нас существуют, нацелены на работу рибосомы. То есть биологическая молекула, которая переводит информацию, декодирует из нуклиновых кислот в белки. Это, как я уже говорил, крупный макромолекулярный комплекс, порядка 140 тысяч атомов в его составе. И как работают антибиотики? Как вообще рибосомы работают? Как производится белковый код? Вот у нас есть большая и малая субедница, они собрались вместе на молекуле матричной РНК. И последовательно у нас приходят транспортные РНК, на конце которых находятся триплеты. И у нас по три нуклиотида связывается матричная РНК с транспортной РНК внутри малой субедницы рибосомы. И каждый из транспортных РНК несет на конце аминокислотный остаток. И внутри большой субедницы происходит реакция формирования пептидной связи. То есть здесь у нас читается генетическая информация за счет взаимодействия нуклиотидов друг с другом. А здесь происходит формирование пептидной цепочки. Так вот, антибиотики действуют против активных сайтов рибосомы. То есть очень маленькая молекула, буквально несколько атомов, которые называются тетрациклин, может связываться в A-сайте так называемого рибосомы. То есть в то место, где приходит новая транспортная РНК и где должна произойти реакция формирования триплета. То есть нуклиотиды должны сформировать пары друг с другом. Но это место становится занятым. То есть здесь сидит тетрациклин и не дает прийти транспортная РНК с тем, чтобы она могла связаться. То есть таким образом у нас останавливается работа цепочки рибосомы. То есть белок перестает выделяться, соответственно клетка погибает. Проблема была только в том, что исходный вариант тетрациклина имел очень низкую афинность. То есть низкую способность связывания с рибосомой и периодически мог выбиваться оттуда. То есть таким образом синтез белка не останавливался, но снижался. Иногда этого было достаточно для того, чтобы патоген мог погибнуть. Но благодаря тому, что была информация о структуре рибосомы и тетрациклина, который был связан, ученые могли предложить, а давайте мы модифицируем молекулу тетрациклина вот таким образом. То есть мы дошьем химическим методом здесь еще одну группу, и вот эта дополнительная часть внутри рибосома будет формировать еще один контакт. Мы еще чуть-чуть усиливаем связывание с внешней частью, с рибосомой, с окружением этого маленького антибиотика. И на самом деле вот эта модификация привела к тому, что тетрациклин практически все время стал находиться в активном сайте. То есть он перестал оттуда выбиваться. Соответственно, мы можем использовать меньше концентрации лекарственного препарата. И здесь уже надежно останавливается процесс биосинтеза белка. То есть антибиотик работает уже 100%. И вот в принципе вот это и есть идея современных методов структурной биологии с тем, чтобы мы должны понимать расположение всех, получается, в этом случае 140 тысяч атомов в пространстве и понять, что нам нужно поменять с тем, чтобы добиться того или иного результата. И третий метод структурной биологии, о котором я сегодня бы хотел поговорить, это криоэлектронная микроскопия. Это метод, который переживает настоящий расцвет в науке в данный момент. То есть первые электронные микроскопы были изобретены в начале 20 века, 30-е годы Эрнестом Русско. И здесь представлен современный криоэлектронный микроскоп от компании EFI, Криус. То есть суть метода заключается в том, что нам не нужно теперь больше искать условия кристаллизации. Для того, чтобы решать структуру методов рентгенов и структурного анализа, нам необходимо получить кристалл. Кристалл биологических макромолекул зачастую получать очень сложно, то есть необходимо искать условия, и для некоторых вещей их получать невозможно. То есть если у нас какие-то очень сильные подвижные элементы, они не будут упаковываться в регулярную кристаллическую структуру. Спектроскопия EMR тоже имеет свои ограничения. То есть если у нас очень большое количество ядер, мы уже не сможем однозначно разделять сигналы в спектрах EMR. И вот здесь для больших систем криоэлектронная микроскопия действительно позволяет достигать революционных вещей. И идея здесь заключается в том, что мы можем нанести небольшое количество жидкости с биологической макромолекулой на специальные сетки, внутри которых есть поры. То есть на эти поры в ячейках сетки нанесена углеродная пленка, и в углеродной пленке сделано отверстие. Диаметр отверстия 1 микрометр. И если мы будем наносить жидкость с нашими биологическими молекулами на такую сеточку, то здесь представлено устройство, которое как раз таки применяется для нанесения на сетки. То есть сеточка закрепляется в пинцет. Далее с помощью пипетки мы вносим капельку нашего образца на сеточку. Сетка промакивается, и у нас сформируется очень тонкий слой жидкости. Буквально если несколько молекул могут помещаться в этом слое. Дальше мы эту сетку замораживаем в жидком этане. И помещаем в электронный микроскоп, в колонну криоэлектронного микроскопа. Вот здесь у нас показаны наши молекулы голубым, которые мы исследуем, которые находятся в хаотическом движении, в жидкости. И здесь показан момент заморозки. То есть минус 180 градусов Цельсия. То есть мы поместили эту сеточку в жидкий этан. И дальше мы помещаем ее под луч электронного микроскопа и получаем такие двумерные проекции. То есть фотографии нашего объекта, который мы исследуем, замерзшего в разных ориентациях. И при условии, что если у нас будет большое количество таких фотографий, мы их можем нанести на некую воображаемую сферу и по двумерным проекциям рассчитать трехмерную структуру. То есть мы обычно работаем с десятками тысяч фотографий одного и того же, одной и той же проекции. И по ним с помощью математических алгоритмов можем воссоздать, воспроизвести трехмерную структуру. И на выходе получить ту же самую информацию, что и получалось в рентгеноструктурной анализе либо в спектроскопии ЕМР. Но обойдя, получается, эти трудности с приготовлением образца. И современные результаты по креоэлектронной микроскопии, которые публиковались буквально пару лет назад, позволяют уже визуализировать нам вот эти плотности от индивидуальных атомов. То есть электронная микроскопия достигла таких же успехов по разрешению, как и рентгеноструктурный анализ. За это в 2017 году Жак Дебуше, Яхим Франк и Ричард Хендерсон получили Нобелевскую премию за развитие методов креоэлектронной микроскопии. И есть такой метод, развитие современных детекторов и методов по приготовлению образцов и самих электронных микроскопов привело к понятию resolution-revolution, то есть революция в разрешении, когда мы с помощью электронной микроскопии смогли достигать информацию о структуре того же качества, что и рентгеноструктурный анализ. И вообще, когда ученые решают структуру биологических макромолекул для того, чтобы объяснить, как она работает, эти структуры помещаются в такую специализированную базу данных. Называется Protein Data Bank, банк белковых структур, в которой хранятся все наработки, которые были достигнуты человечеством. То есть вы можете туда зайти, скачать любую структуру, посмотреть, как в 3D устроена молекула вируса, либо антитела, как выглядит, рибосома и так далее. Ну и в заключении хочу сказать, что вот эти методы физики, которые были разработаны, позволяют нам очень оперативно зачастую искать ответы на какие-то глобальные вызовы. То есть та же самая пандемия коронавируса, очень многие вещи были решены с помощью физических методов. То есть вот эти вот структуры шипообразные, они были как раз-таки получены физметодами, электронной микроскопией, рентгеноструктурным анализом. И мы можем управлять индивидуальными атомами этих биологических систем с тем, чтобы бороться с какими-то заболеваниями и так далее. Но поле на самом деле еще большое. То есть с каждым годом у нас становится все больше и больше структур в этом банке. То есть мы все более и более понимаем химию жизни, то есть можем интерпретировать, как происходят вообще биохимические реакции в трехмерном пространстве. Вот. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.